Здравствуйте! Журналисты своего ТВ продолжают работу, чтобы вы могли узнать обо всех событиях, происходящих в крае. Меня зовут Никита Шишков и вот главные темы этого выпуска. Зелень и символизм. В Ставрополе появился новый сквер. Крути педали, и чтоб настроение было хорошее. Велосипедисты устроили пробег в Железноводске. И почти что морское побережье. В Ставрополе заканчивают ремонт Комсомольского озера. Итак, мы начинаем. У жителей юго-запада Ставрополя новый сквер для отдыха и прогулок. Он называется «Аллея интернациональной славы» и посвящен советским народам, которые участвовали в Великой Отечественной. Леонид Нечапуренко посчитал, сколько молодых деревьев там посадили, и получилось символическое число. Жители соседних домов отлично знают это место. Они любят здесь гулять, только вот зелени явно не хватало. Теперь это исправили. В честь 75-летия Победы высадили 75 молодых елей. В память о наших предках, которые завоевали мир, которые дали нам возможность жить при мирных условиях, мирное небо нам обеспечили, дали возможность нам учиться, трудиться, жить спокойно. Мы посадим 75 елей. Лопатами и ведрами вооружились представители власти, национальных диаспор, школьники, студенты и волонтеры. Всегда был готов участвовать в таких волонтерских, патриотических мероприятиях. Очень рад за нашу страну и за то, что люди помнят и гордятся этой победой и своим прошлым и будущим. Закладка аллеи – финальная точка большого проекта под названием «Наша общая победа». Осуществить его удалось благодаря гранту президента России. Весь год волонтеры вели тщательную поисковую работу. Выясняли и уточняли данные об участии в войне народов Северного Кавказа. Всего составили больше сотни документальных историй. О них докладывались на мероприятиях, размещались в социальных сетях, были сформированы онлайн бессмертные полки. Более тысячи просмотров эти материалы получили в социальных сетях. И благодаря этому широкие массы узнали о том, какой вклад народы Северного Кавказа, народы России, несли в великую нашу победу. Ухаживать за молодыми деревьями будут школьники из соседнего лицея. Так они получат навыки озеленения и узнают новые факты из истории Великой Отечественной. Ну а тем временем в Михайловске началось строительство детского сада, который сможет принять 160 воспитанников. Новое учреждение расположится на улице Ярославской. Его разделят на 8 групповых ячеек. В здании будут бассейн, залы для занятий спортом и музыкой, а территорию около садика благоустроят. Объект возводят по нацпроекту демография. О других новостях края в нашем коротком обзоре. Благоустройство Комсомольского озера в Ставрополе подходит к концу. За время ремонтных работ там оборудовали песочный пляж, новые зоны отдыха, прогулочные дорожки и 11 пирсов. Общей сложности строители облагородили около 160 квадратных метров территории. Кроме того, озеро теперь окружает 8 спортивных площадок для занятий футболом, баскетболом и волейболом. На большинстве из них уже тренируются спортсмены. В Кировском городском округе завершается ремонт трассы вблизи поселка Камаяк. Там специалисты привели в порядок участок дороги длиной в 15 километров. Также укрепили обочины и нанесли свежую разметку. На ремонт направили более 145 миллионов рублей. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Краевые госпрограммы развития транспортной системы». Мясокомбинату в Георгиевске удалось компенсировать часть затрат на модернизированное оборудование благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Покрытие расходов за счет субсидий позволило заводу не только расширить производство, но и выйти на российский рынок. Теперь продукты этой фабрики можно найти и купить и за пределами Ставропольского края. А тем временем в Пятигорске начала работать выставка исторического костюма «Моды на водах», который проходит в рамках ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств». Какие костюмы и наряды представлены и как попасть на выставку, об этом и не только расскажет Джамиля Ибрагимова. Изящные шляпки и шарфики, строгие косынки и папахи. Манекены готовы к модному показу. Выставка исторических костюмов в музее «Россия. Моя история» собирает на себе взгляды. Еще бы, ведь по ней можно отследить эволюцию моды более чем за век. «Перед нами платье эпохи Ампира с завышенной талией, напоминающее греческую тунику. Это самое начало XIX века. Это платье эпохи романтизма, 20-30-е годы XIX века». Эти изящные платья – удел модных дворянок. В одних они ходили на светские мероприятия, другие платья повседневного характера. Хотя для человека XXI века оба варианта покажутся одинаково нарядными. Встречаются на выставке и национальные костюмы. Например, в такой одежде обычно ходили терско-гребенские казачки примерно во второй половине XIX века. Костюм гребенской казачки состоит из нижней рубахи, верхнего кафтана бешмета. Обязательно использование аксессуаров, украшений в праздничном костюме. Это пояс галунный с пряжкой металлической. С казачками понятно, а вот что представляет собой костюм мужчины-казака. В васильковых и черных цветах он является собой образец строгости и собранности. И, конечно, есть в нем атрибут, который точно не встретишь в женском наряде. Мужской костюм состоит из бешмета, верхний кафтан с газырями, черкеска, папаха, башлык и оружие. Так одевались все народы Северного Кавказа и терские казаки в том числе. Поскольку, когда казаки пришли на Кавказ, то форму они полностью переняли у местного населения. Так что на этой выставке можно увидеть, как менялась мода. Разве что костюма 21 века здесь нет. Хотя, как это нет? Ведь он на мне. Вот так он выглядит. Свободные джинсы, легкий свитер. В одежде преобладает удобство и комфорт. Это то, что современный работающий человек, живущий в 21 веке, ценит особенно высоко. Все костюмы, кроме тех, что носят в 21 веке, помогала создавать реконструктор Ирина Николаева. Наряды выполнены по историческим образцам и оригинальным выкроекам. Посетить выставку может любой желающий. С 3 по 10 ноября в нашем музейно-выставочном комплексе «Россия. Моя история» будет проходить выставка «Мода на водах». Придя на эту выставку, вы сможете познакомиться с историческими костюмами терских казаков и модой представителей дворянства. По соседству работает и другая выставка «Память поколений». Она рассказывает о важных вехах Великой Отечественной войны. Экспозиция прославляет героизм всех народов Советского Союза, которые встали на защиту Родины. Выставка целиком и полностью интерактивная. Ее особенность в первую очередь в том, что здесь представлено огромное количество живописных полотен, которые находятся в разных музеях страны. То есть увидеть их все вместе практически невозможно, потому что одни полотна находятся в Третьяковской галерее, другие в Русском музее. А теперь и здесь, в Пятигорском высовочном комплексе «Россия. Моя история». Экспозиция продлится аж до конца декабря, так что время еще есть. Джамиля Ибрагимова, Сергей Дрегубов, Ставропольское телевидение. Другим темом в флаге регионов страны подняли велосипедисты в Железноводске. День народного единства там отметили масштабным велопробегом. В нем приняли участие любители двухколесного транспорта со всей страны. Наш специальный корреспондент на Кавминводах, Елизавета Семианидия, тоже попыталась преодолеть праздничную дистанцию. В центре Железноводска гостей и жители встречали с согревающими танцами и песнями. Площадь украсили флаги различных организаций и участников велозаезда. Праздничное настроение и спортивный дух – два обязательных условия для участия в гонке. Город Ставрополь. Мы с удовольствием приехали и поддержали вот такое замечательное мероприятие. Очень рады за горожан города Железноводска, потому что у них предстоит такой замечательный проект, будет скоро реализован. Будем к вам приезжать. Велопробег объединил жителей из 21 региона страны. Активно поддержали акцию и ставропольцы. Мы приехали втроем с Георгиевска. Вообще очень хотелось спасибо сказать организаторам города, кто это все придумал. Даже расстояние для нас. Мы сюда ехали с большим удовольствием. Спортсменам нужно было преодолеть дистанцию в 10 километров. Она проходила по части будущего велотеринкура. Одновременно быть ведущей и крутить педали – задача, я скажу вам, не из легких. Мои коллеги неоднократно демонстрировали высший пилотаж, будучи на железном коне в кадре. И все потому, что велоспорт набирает все большую популярность в нашем крае. А проехаться по самой длинной трассе Европы – мечта, пожалуй, каждого спортсмена. Велосипедный теренкур объединит три города – Минеральные воды, Железноводск и Лермонтов. Живописную трассу оборудуют всем необходимым. Первый этап строительства будет в следующем году, и он затронет как раз наш курортный парк, по которому мы сейчас поедем. И мы всем рассказываем, если вы хотите посмотреть, что есть сейчас, чтобы потом через год сравнить, что будет, нужно приехать и просто посмотреть. Через год все будет. Будет четыре метра велодорожка, два метра тротуар. Это будет, конечно же, видеонаблюдение. Это, конечно же, будет полное освещение всей трассы. Это будет виртуальная и цифровая, и фактическая навигация. Вместо отдыха это будет настоящая туристическая спортивная инфраструктура, которая объединит и жителей, и отдыхающих. Вот столько людей на заднем плане сегодня желают преодолеть дистанцию первыми. А я для того, чтобы встретить победителя на финише, вооружусь вот таким красавцем с электродвигателем. Финишная прямая ведет прямо к феррум площади, где всех участников угостили ароматным чаем. Теперь есть время отдохнуть и обменяться впечатлениями. С семьей решили поучаствовать, потому что в день народного единства надо любыми способами объединяться и быть вместе. Вместе мы победим все. Маленькую победу совершила и наша съемочная группа, преодолев больше 10 километров трассы. Елизавета Семеонидия и Вячеслав Старцев. Ставропольское телевидение. Ну а если у вас есть новость или проблема, о которой хотите поделиться, то пишите нам в мессенджеры, ватсап и телеграм по этому номеру. Также присылайте фото, видео, описание. Мы сделаем об этом репортаж. Далее прогноз погоды. О нем расскажет моя коллега Мария Никитина. Маш, тебе слово. Ну а я же на этом с вами прощаюсь. Меня зовут Никита Шишков. Увидимся. Здравствуйте, дорогие зрители своего ТВ. О погоде на пятницу, 6 ноября, расскажу прямо сейчас. В Ставрополе облачно с прояснениями. Днем температура воздуха плюс 9 градусов, ночью плюс 5 градусов. В Изобилинском и Новоалександровском округах пасмурная погода. Утром возможен туман. Днем плюс 12 градусов, ночью плюс 5. В Пятигорске и Минеральных водах переменная облачность. Осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до плюс 13 градусов, ночью плюс 7 градусов. В Кисловодске переменная облачность. Днем температура воздуха плюс 12 градусов и плюс 4 градуса ночью. Смотрим на восток. В Ипатово и Дивном пасмурная погода. Утром возможен туман. Днем плюс 9 градусов, ночью плюс 7. А в Арсгире, Буденновске и Нефтекумске облачно. Плюс 13 градусов днем, ночью плюс 8 градусов. Из-за сильных ливней в Австралии образовался временный водопад в горном массиве Улуру. Этот район один из самых засушливых и такое явление происходит очень редко. Кстати, представители коренных народов добились в 2019 году, чтобы восхождения на гору были запрещены, поскольку эта гора среди местных жителей считается священной. На этом у меня все. Увидимся на своем. Редактор субтитров А.Семкин